Футбол России Футбол России У тебя в любом случае, потому что видно из прессы, из интервью нет недостаток в каких-то предложениях. Ты один из самых востребованных людей, пусть сейчас напрямую не в футболе, а рядом с футболом в каких-то программах. По своим друзьям, знакомым, вот есть ощущение, что они чуть-чуть плечи расправили, потому что все спрашивают, что даст чемпионат мира по футболу в нашей стране. Я бы спросил даже чуть иначе, потому что ответ на этот вопрос понятен. Что он даст футболистам и тренерам, которые вот либо закончили, либо по-прежнему играют, либо хотят чему-то научиться? Вот если бы пытаться ответить на этот вопрос, ты бы что сказал? Для тех, кто хочет чему-то научиться, чемпионат мира даст много. Для тех, кто хочет себя как-то сказать правильно, опять заявить о себе, тоже хорошая возможность. Или в роли эксперта поработать, показать, что что-то еще можете, скажем, в аналитической сфере. Кто-то обратит внимание, может тоже какие-то дивиденды получить. Поэтому большая вероятность того, что можно где-то себя проявить, показать себя и потом куда-то устроиться. Один из, наверное, самых интересных и неожиданных визитов для тебя в последнее время – это поездка в Швейцарию, Мьон, штаб-квартиру УЕФА, ФИФА. А вот что это был за визит? Я понимаю, ты только-только вернулся, как это все получилось. И я понимаю, там, помимо всего остального, еще и очень интересное и приятное общение было. Ну да. Это где-то месяц, наверное, полтора назад организовалась, так скажем, поездка. Леонид Викторович Слуцкий привозил свою школу в Москву, они играли с ЦСКА. Ну и там встретились, поговорили, он сказал, что едет на финал четырех юношеской лиги чемпионов и говорит, у меня есть там билеты. Я говорю, ну если есть, я тоже с удовольствием приехал, посмотрел бы. Вот мы вместе поехали. Он и Олег Яровинский был, мы смотрели финал четырех. Кажем так, был приятно удивлен уровнем и тем, как ребята вообще играют, и то, что умеют и делают на поле. Вот у нас, к сожалению, именно таких действий не замечал. У нас три клуба играло в этой юношеской лиге чемпионов. Спартак, Краснодар и ЦСКА. Краснодар сделал настоящий ажиотаж в стране, когда вышел в плей-офф на Мадридский Реал. Эту историю обсуждали все люди, небезучастные к футболу. И по итогам этого розыгрыша нападающий Краснодара, Игнатьев стал лучшим бомбардером юношеской лиги чемпионов с десятью мячами. Ты когда был в Краснодаре, говорили уже не только про это замечательное поколение 99-го года рождения, но и про Игнатьева как лидера вот этих молодых быков, которые должны подойти. Ты увидел в тренировках, что это за игрок, если ты знаешь? Я его не видел в тренировках, но когда я был, уже говорили о том, что 99-й год это один из самых сильных за последнее время. Но, насколько я понимаю, они единственные или первые на данный момент, кто все стадии прошел от начала до конца, Академия. И уже тогда говорили, что это один из сильнейших годов, которые есть. Но конкретно про Игнатьева я тогда не слышал, но, если не ошибаюсь, четырех или пятерых игроков оттуда выделяли из этой команды. Один из самых неожиданных ходов, который сделал Сергей Галецкий, это отставив Шалимова, назначил на пост главного тренера Краснодара Мусаева. И кто-то говорит, что он потенциальный гений, просто ему самое сложное, удастся ли справиться с психологическим давлением. Потому что президент клуба Сергей Галецкий это очень сильная личность, и надо уметь, наверное, и какие-то свои взгляды отстаивать. Это всегда очень сложный вызов. И, ну, конечно же, никто не знает, кто такой Мусаев во взрослом футболе, в особенности после неудач. Как вот когда Краснодар в прошлом туре проиграл ЦСКА, ну, все сочли, что, может быть, это отчасти и тренерское поражение. Вот эта вот философия вырастить собственного тренера в системе клуба. Ты часто общался с Галецким. Когда он к этой мысли пришел на твой взгляд? Мне кажется, у него изначально было такое понимание. Наряду с игроками растить собственные тренерские кадры, чтобы потом они не брать кого-то, а своими замещать те вакансии, которые появляются в клубе. Вплоть до главного тренера основной команды. Опять же, Мусаев, тебе что-то конкретное эта фамилия говорит, как тренер. Понятно, когда ты был, он работал даже не с юношеской, по-моему, командой, а с молодежной, а уровнем возрастом ниже. Я его не знаю, но надеюсь, что у него все получится. Ему, наверное, каркбанж дают и будут поддерживать. Ну и начал он достаточно неплохо с двух побед. Но поражение всегда бывает. Посмотрим, как он с этим справится. Как давно, если об этом можно сказать, ты последний раз общался с Галецким, потому что когда ты покидал Краснодар, возвращался в Москву, это была очень красивая во всех смыслах история. И очень достойные слова в твою спину были Галецким сказаны. Про уважение, про твои игровые качества. Общение остается? Или переезд в Москву? Когда видимся, да. Ну, видимся довольно редко. Я больше на связи с Вадимом Леонидовичем Хашевым. Но когда Сергей Николаевич где-то вижу, естественно, мы общаемся. Ну, последний раз это было на футболе. Наверное, как раз Краснодар-Зенит. Краснодар. Чемпионат России в этом году, он особенный чем-то? Он похож на прошлогодний? Прошлогодний точно не похож. Все идет к тому, что у нас будет другой чемпион. Вот, поэтому он уже не похож. Но здесь такая жаркая схватка за второе место разгорается. Будет интересно посмотреть, кто все-таки возьмет верх. Обе команды для тебя не чужие. И Спартак, и ЦСКА. Ты играла за одну и за другую. Вот почему Спартак? Все пытаются понять, сбавил на финише вот эти восемь дней, в которых, по сути, и чемпионат был проигранный, и кубок. И за счет счета ЦСКА так прибавил. Ведь в Гончаренко не верили, когда он только пришел в ЦСКА. Не только потому, что его считали каким-то тренером, может быть, не очень сильным для сверхзадач, но и потому, что все видели, какие проблемы с составом. Но ЦСКА, несмотря на травмы, потери, играет просто удивительно. ЦСКА давно приучил к тому, что они играют и выжимают максимум из минимума, который есть. Насколько я помню и знаю, Мончаренко всегда был перспективным тренером. Плюс он был в системе ЦСКА, прекрасно знают ребят. Для меня лично ничего удивительного нет, потому что они так играют. «Спартак», как мне кажется, играет на своем уровне прошлого года. Просто нет того фарта, который был в том году. Поэтому все вернулось на круги своя. В принципе, хотя они располагают, наверное, на самой мощной атакующей линии, но баланса нет в игре. Наверное, из-за этого и проигрывают. Или какие-то очки не добирают. Но я бы еще сказал, что, наверное, «Зенит» рано списывает со счетов. Все-таки они захотят вклиниться в эту двойку в борьбе за второе место в ближайший тур. Я думаю, многое прояснит в этой ситуации. «Зенит», как бы ни закончился этот сезон, уже все говорят о том, что источники все говорят, что Роберт Мончини объявил игрокам об уходе. На твой взгляд, кто бы ни пришел после Мончини, означает ли это, что нужно будет строить новую команду? Глобально новую команду? Глобально, наверное, не стоит строить, потому что все-таки игроков, которых приобретали и прошлым летом, и нынешней зимой, все-таки достаточно молодые. То есть брали на перспективу. Нужно, наверное, работать с ними и как-то развивать команду. Плюс «Зенита» еще есть от 10 до 12, мне кажется, арендованных, отданных в аренду футболистов. Начинается «Зюба», «Зюба», «Новосельцев», «Инета», «Жулиано», «Ишатов» может возвратиться. Это все футболисты, вокруг которых можно строить команду. Я не знаю, Ром, наступила ли у тебя какая-то ясность или понимание относительно твоего футбольного будущего? Потому что ты, в отличие от многих колеблющихся коллег по сборной, по клубам сразу сказал, что ты видишь свою карьеру именно как менеджер, как управленец. Я не знаю, у нас разные возможности быть управленцем в футболе, от спортивной составляющей, коммерческой, генеральной, какой угодно. Вот то, что произошло в «Зените» с арендой игроков, я имею в виду «Зюба» Вышатова, и с суммой, которую клубы, за которые не выступают, должны заплатить, если игроки хотят сыграть против «Зенита». Это один из самых обсуждаемых моментов на финише сезона. На тот взгляд, как надо было составлять контракт, как надо было действовать в этой истории, если понятно, что главный тренер категорически против. И против «Зюба», и против «Шатова». Их надо отдавать. А вопрос, как в этой ситуации решить? В пользу «Зенита»? Мне кажется, что по экономической составляющей все в пользу «Зенита» было. Ну, абсолютно правильное решение. Если главный тренер не видит их в основном составе, то вообще в команде, наверное, не рассчитывает. То нужно их отдавать. Если на этом можно заработать, почему нет? Другое дело, что если вы отдаете, вы прекрасно понимаете, что они слабее тех, кто есть в команде. Значит, вы понимаете, что вы можете их нейтрализовать, если они выйдут против вас и будут играть. Но, к сожалению, не получилось. Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, когда отдают в аренду и дают сыграть против команды. Дают или не дают? Дают. Сейчас в премьер-лиге все громче пытаются заявить о себе тренеры, против которых ты играл или с которыми ты играл. Симак, Хохлов, Парфенов. Вот это поколение людей, которые твоего возраста или чуть старше, они что-то уже вносят? Я считаю, что да. Особенно Симак. Хорошая команда с какими-то новыми взглядами. Его взглядами, которые что-то еще пытаются внести новое. Держатся в зоне 6-8 места, что для Уфы с его бюджетом, наверное, составом, я думаю, отлично. Просто великолепный результат. Дима Парфенов в первой, наверное, половине сезона, когда была, наверное, чуть другая команда, скажем так, тоже очень хорошо смотрелась команда. Мне казалось, что из нижней части таблицы они там с самой выстроенной игрой были. Хохлов сказать что-то трудно, хоть очки и набираются, но пока игра оставляет желать лучшего. Но у него тяжелая ситуация. Я думаю, что если он останется на следующий год, то хотелось бы и чтобы он прибавил как тренера команды в игровые действия. Ты провел несколько счастливых, ну, по крайней мере, футбольных лет в Санкт-Петербурге. Это я к чему? К тому, что недавно губернатор Ленинградской области встретился с Тосно, сказал игрокам, что будут погашены задолженности по зарплате и что обсуждается вопрос о том, чтобы Тосно не уезжала в другой регион, а играла на Петровском. Идея второй команды в Санкт-Петербурге это идея многолетняя и, к сожалению, утопическая. Вот сколько ни было бы таких историй, все равно не получается. А тут даже три команды, правда, про «Динамо» себе говорят, что оно из Санкт-Петербурга в Сочи вот-вот переедет. Санкт-Петербург потянет второй клуб не по финансам, не по инфраструктуре, а, ну, не знаю, по своему месту в городе. Да, вот нужен ли Санкт-Петербургу второй клуб? Пример лиги Америки? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. И если губернатор Ленинградской области готов взять какую-то часть расходов на содержание команды, я думаю, это будет прекрасно. Возможно, стоит даже с тем же «Зенитом» проговорить, чтобы, может быть, частично как-то они поучаствовали. Будет как вторая команда. Естественно, если они вылетят, если они останутся в РФПЛ, то не то, что, наверное, точно смысла нет. Но если они готовы, они по финансовым каких-то соображениям участвуют в РФПЛ и будут играть в ФНЛ, возможно, стоит с «Зенитом» как-то объединиться и сделать как фармклуб, и «Зенит» будет... Не нужно будет тратить там на «Зенит-2», да? Могут своих игроков отдавать там. А «Зенит-2» нужен вообще «Зениту»? Потому что я не очень понимаю, еще когда Радимов был главным тренером второй Санкт-Петербургской команды, ну, «Зенитовская» команда, возникало ощущение, что она как-то существует обособленно, потому что на некоторые матчи Влад говорил, у него там условно 14 игроков было, а то и 13. Сейчас, когда главный тренер Константин Зарянов, игроки там все-таки присутствуют, если кто-то только из них не пропадет на несколько дней по каким-то причинам. Но все равно, вот «Зенит-2», да, «Спартак-2», говорят, что «Спартак-2» рассматривает вариант переезда в другой город, чтобы стать автономным клубом. Идея вторых команд, она реализовалась? Я считаю, что да. Она должна больше реализовываться. Это как раз те ребята, которые переросли дубль, но еще не совсем сформировались и могут получать как игровую практику, так и развиваться как раз в этих командах. И то, что они играют в «ФНЛ», я думаю, это вообще прекрасно. По моему мнению, это отличное так... Их хотят же сделать условно переходный такой чемпионат Ю-19. Вот он и есть. Безотносительно того, а может, ты и фамилию какую-нибудь назовешь, я не знаю, если захочешь, но все равно, безотносительно того, кто будет президентом РФС. Какие самые важные задачи ему надо в ближайшее время решить? Наверное, как-то модернизировать, скажем так, детский и юношеский футбол. Это какие-то методики. Хоть что-то и делается, но пока этого не видно. Нужно какую-то комплексную систему внедрять. Может быть, не на всю территорию, а взять, допустим, для пилотных проектов 3-4 региона, которые готовы в этом участвовать, и там посмотреть, как это все будет действовать. Но то, что нужно, как что-то делать с детским и юношеским футболом, это 100%. По чемпионату мира, как ты думаешь, что произойдет с нашим футбольным хозяйством в плане какого-то нового вектора? Сейчас, например, обсуждается активно вопрос о том, кто и как будет показывать чемпионат России в следующих сезонах. И Михаил Гишкович, младший, интересную фразу сказал, как человек, который занимался футбольным телевидением, он сказал, что мы существуем в гибридном пространстве. У нас футбол одновременно и вроде бы коммерческий, и в то же время государственный. Это так невозможно. Надо какую-то единую линию выбрать. Вот что, на твой взгляд, будет происходить? Я думаю, уйдут в сторону платного телевидения, как и во всем мире. Это если ты говоришь про трансляции, а вообще с футболом в целом? С футболом в целом. Я надеюсь, что это даст большой толчок для развития футбола в нашем проведении чемпионата мира. Наверное, некоторые руководители посмотрят по-иному, то, как они управляют клубом, что можно, наверное, более эффективно это делать. И футбол будет развиваться. Хотелось верить, по крайней мере. Чем ближе к стартовому свисту первого матча на чемпионате мира Россия-Саудовская Аравия, тем больше прогнозов, страхов, опасений. Я понимаю, так вот, по той динамике, что я вижу в восстановлении Георгия Джики, что он может оказаться в расширенном списке Станислава Черчесова и, может быть, даже поучаствует в сборе, чтобы понять, как у него со здоровьем. Он пропустил очень много из-за травмы. Вот, на твой взгляд, реально набрать игровую форму, ну, хотя бы к третьему матчу, полноценную, после такой травмы и отсутствия игровой практики? Я думаю, что шансов нет. Даже не южный смысл приглашать его в расширенный список. Полгода без игры, потом, для того, чтобы восстановить все подвижности, одного сбора явно не хватит. Ну, и потом, это для него очень опасно. А если рецидив, не дай бог, что тогда? И не сыграет, и вылетит еще на более долгий срок. Я думаю, что это не нужно. Я прекрасно понимаю его состояние, что ему хочется сыграть и попасть на чемпионат мира. Потому что, может быть, другой возможности и не будет. Но, мне кажется, в этом плане здоровье должно быть превыше всего. Последний вопрос про Головина. Я его специально в финале оставил. Два года назад, когда Слуцкий взял Головина на чемпионат Европы, это вызвало очень бурную реакцию. Дескать, тренер ЦСКА, совместитель, тащит своего. Это выгодно клубу и так далее. Сегодня Головин, на мой взгляд, может вообще лучший игрок этого сезона в России. Что с ним произошло за эти два года? Тебе вопрос, я думаю, особенный, потому что все знают, ну, может быть, не все знают, но Головин, когда первый раз увидел на базе ЦСКА Широкова, по словам Слуцкого, стоял с открытым ртом, потому что именно Роман был его кумиром. Как и Головин. Насколько кумиром, но так получилось, что мы с Сашей в паре всегда работали. Но потом к нам еще подключался Федя Чалов, когда его привлекали. То есть ты воспитал двух. Да. Но все равно, вот сегодняшний Головин, что он сделал, что он такой путь прошел и стал лидером сборной? Ну, что он сделал? В игре, я имею в виду. Он постоянно прибавляет и совершенствуется. У него были хорошие качества, он достаточно быстрый, резкий, техничный, с достаточно хорошим видением поля. И он эти все навыки развивает. Плюс он всегда играет, он любит футбол. Видно, что ему это не в тягость, наоборот, огромная радость доставляет все это нахождение и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. И он с огромным удовольствием выходит и играет, и у него это получается. И отсюда и большой прогресс, который он сейчас добился. Я надеюсь, что он и дальше, и уверен, что и дальше будет прогрессировать. И дай Бог уедет в хороший европейский клуб. Мы все этого ждем. Большое спасибо тебе, что пришел. Мы всегда рады видеть и тебя интересно слушать, в особенности, когда какие-то конкретные оценки. Это был Роман Широков в футболе России. Мы говорили о последних матчах нашего национального чемпионата и, разумеется, о приближающемся чемпионате мира. Увидимся.